Планировалось там бизнес с нуля, по-моему, или что-то, что-то... Я здесь буду снимать. Где взять деньги? Вы нам расскажете, что мы молодым? Это хороший вопрос. Здесь будет очень неудобно сидеть. Это риторический вопрос, да. Не учите меня жить, помогите материально. Окей, окей. Ну, хорошо, давайте я начну так, сегодня достаточно спонтанно это было для меня. Ну, может быть, и для вас там смена. Наталья звонила, я согласился, окей. Тем более, что у меня здесь офис прямо напротив. Старая Басманная, дом 6. Идти ровно минуту. Реклама? Реклама, конечно, будет, только попозже. Нет, это правда, никакой рекламы нет. Был бы далеко, не поехал бы. Пешком дошел. Абсолютно честно и цинично. Ну, тогда два слова о себе. Просто так знакомые лица уже увидел здесь. Ну, для большинства, я думаю, что персонаж-то еще неизвестный. Зовут меня Сергей Змеев. Я начну 37 лет, как любят, говорят врачи, полных 37 лет в бизнесе. С 91-го года еще 18 не было, 17 лет я начал бизнесом заниматься. Поэтому еще чуть про это дело, про бизнес знаю. Вас же бизнес интересует всех, на самом деле, я так понимаю. Ну, бизнес на самом деле мало. Кого интересует, всех интересуют деньги. В первую очередь, это 100%. Знаете, я люблю шутить, что у меня есть тоже курс, построение бизнеса с нуля. Так вот, после этого курса у меня ни один человек бизнес свой не организовал. Я скажу больше, что многие мне даже запретили это делать. Потому что, когда начинаешь делать подстройку к реальности, выясняется, что кроме иллюзий каких-то, несбыточных ожиданий, там ничего нет. А бизнес-то хочется сделать в первую очередь, знаете, по принципу, назло бабушке и отморожу себе попу. Вот сейчас закажу своему начальнику, что без меня они уж точно никак не обойдутся. А я сейчас открою какой-нибудь бизнес всем назло. Вы знаете, из этого получается только одно. Люди уходят из наемников, пытаются чего-то организовать. И так, я думаю, потрепыхавшись, ну, от трех до шести месяцев, судорожно начинает искать, куда бы меня взяли снова на работу. И, как правило, уже не важно, какие условия, и не важно, чего. Уж так уж хочется опять, чтобы пятого и двадцать пятого платили. Да даже, на самом деле, бывают достаточно успешные бизнесмены, которые говорят, пойду-ка я топ-менеджером по работаю, отдохну. Встречал, честно говорю. Поэтому, вот, бизнесы начинали, но начинали уже гораздо позже. Когда мы уже начинали разбираться, чего на самом деле в голове, чего за этим стоит. Потому что психология наемника, психология собственника, это две диаметрально противоположные совершенно планеты. Человек с психологией наемника, если он переходит, начинает строить свой бизнес, ну, дай бог, если у него хватит воли, дай бог, если у него хватит теплее терпения, это дело пройти. Набраться тех самых проб, ошибок, шишек, и чтобы эти шишки его еще и не окончательно нахлопущили. Поэтому здесь, в первую очередь, надо понимать, а про что бизнес? То есть, реализация некой своей свободы, творчества, что мы хотим-то? Либо если про деньги, вот, по поводу вот этого курса, там, бизнес нуля, с некоторыми людьми проработали, ну, уже в других, допустим, программах, выяснилось, что деньги нужны, ну, так делай карьеру. Ну, делай карьеру. Вот, он там зарабатывает, сто, он, говоря, там, 50 тысяч, начал зарабатывать, через какое-то время 150, и говорю, бизнес уже не нужен, он говорит, боже упаси, он забывает уже об этом, он говорит, а 300 будешь зарабатывать? Он говорит, все окей. Потому что некоторым, честно скажу, сегодня, конечно, что там посвящено организации бизнеса, да, все это, все это мероприятие, а я такой аполитичный, я говорю, что некоторым бизнес не нужен, ему нужны деньги, большинству деньги нужны. И это совершенно нелинейные вещи. Бизнес не равно деньги, совершенно не равно. А еще дальше, бизнес не равно деньги, не равно счастье. Потому что, как бы это банально не звучало, но каждый человек, он все-таки хочет не, там, и денег, и не бизнеса, а того самого счастья. Хочет быть гармоничным. Как там, ну, там много разных слов, там, да, которые люди применяют по поводу своей жизни. Это, то есть, где нужно какие в себе намыки новые доработать, метапрограммы выработать определенные. Потому что, если их нет, то будет очень сложно. Либо вам нужно будет протез брать из какого-то человека, который вас будет поддерживать, либо самому себе это развить. Это ровно про это. То есть, я вот отсорбировал, сделал этот курс, вот, тем более, сейчас я уже начал хорошо, серьезно относиться. Пусть хозяин судьбы. Все действительно хотят стать хозяевами своей судьбы. Хозяевами, хозяйками, там, кем угодно. Это ровно про нашу мотивацию. Зачем мы это делаем? А потом только уже идет, как мы это делаем. Как у нас присоединяется этот внутренний номер. Как мы его формируем? Там есть целые этапы. Там есть куча разных систем. Где мы на каком социальном уровне находимся? Почему мы хотим, наконец, перевести на следующий уровень? Что за этим стоит? Опять же говорю, кому-то что-то доказать? Или мы реально хотим так жить? Потому что, как правило, если мы только кому-то что-то доказали, потом становится неинтересно. И там много-много-много-много-много-много-много там пластов. Ну, извините, 12 занятий целых у меня было. Я построил там, где-то 3 группы провел. Сейчас уже сделали видеокурс по этому. Ну, достаточно такой адсорбированный там и жесткий. Со всеми технологиями. Это ровно про это. Потому что, как бы сказать, как такого человека привлечь? Да это надо просто быть в таком состоянии, чтобы люди к вам приходили. В состоянии хорошей нормы. Есть понятие норма. Когда вы находитесь не в перевозбужденном состоянии, и не в депрессивном состоянии, а в состояниях хорошей нормы. Так к вам все придет. Потому что вы транслируете... Сейчас я прям как мат пятой категории это говорит, да? Вы транслируете действительно в реальность, и начинаете резонировать с тем, что вам нужно. Реально. Но чтобы в том же хозяйстве судьбы 3 вещи. Мне все время спрашивали, ах, что там про что-то курс? Понимаете, у меня что-то человек пока не спросил, я не смог сформулировать. Я говорю, да 3 вещи простые. Кто я? Чего я хочу? И вот только потом, как этого достичь? 3 простые вещи. Потому что самое главное, люди, ну практически 99% не знают, чего не хотят. Вот чего не хотят, однозначно. Ну могут сказать, хочу быть богатым. Ну вот прям богатым, здоровым, счастливым. Чтоб все любили. А начинаешь с вопросом, зачем, зачем, почему потом. И там вопрос. А вопрос про кто я? А это кто будет делать? Вот кто это намерение запускает? Вот вопрос в чем. И с какой роли мы действуем? У нас у каждого этих ролей там, не знаю, штук 10-15. В ближайшем приближении. Соответственно, нужно понимать, вот в этой данной роли, кто является стержнем, которые рождают новую роль. Бизнес – это одна из ролей, всего лишь. Карьера – это одна из ролей, всего лишь. А вот тот внутренний стержень, кто говорит реально, кто я, вот там, где та поля находится. И кто действительно запускает внутреннее намерение через «я хочу», потому что заявить «я хочу» – это взять очень серьезную ответственность. Это бросить вызов себе и обществу. Если сказать «я мечтаю», никакого вызова не происходит. Мечтать можно даже на диване. В этих мечтах можно быть человеком кем угодно – миллионером, миллиардером. С кем угодно, где угодно, как угодно. А вот когда человек говорит «я хочу» – здесь уже вопрос. Ну, а дальше он сталкивается с определенным моментом, когда говорит «да не очень-то и хотелось». Да? Это компромисс. И он отступает назад. И про это сильно понятно, потому что он отталкивается на определенную позицию. Я тоже придумал в свое время так же тренинг проводить. С манерением там «ушел, ушел, ушел». У меня было там уровень прохождения, внутреннее и внешнее намерение. Один из учеников мне сказал «А как же, говорит, быть с отчаянием?» Я говорю «Вот оно слово-то!» «Точка отчаяния!» И у меня «точка отчаяния» придумана. Всегда, когда мы натыкаемся на все наши ограничения, и мы говорим дальше на любой вопрос «А как я это сделаю?» Поступает один ответ из Вселенной. Ну, в голове, естественно. «Никак!» «А раз «никак», значит, не хочу!» Так бывает обычно, правильно? Вот. А вот смысл-то есть, на самом деле, да, только в этом. Вот только в этом, чтобы пройти вот эту точку отчаяния и вырасти. Бизнес ли это? Стали ли вы вдруг там вместо какого-то маленького начальника большим начальником? Не знаю, семью ли вы там создали там? Потому что, ну, это же много моментов. Вот. Это не важно, где человек, как он себя ведет. Вот точка принятия решения проявления воли – это не важно, где. Вот масса есть, которые там 30-35 лет, они все еще собираются детей завести, потому что, ну, как же, там же дома, квартиры, там надо кучу всего иметь, потому что это… Я говорю, ребята, а дальше чего? Вот это не ради этого и не является следствием. Вопрос принятия решения, потому что у всех есть некие избыточные ожидания из их внутренней карты, а то, что за пределами ее, они не представляют. У меня такая же история. В 19 лет, когда мне там жена сказала, где-то там ребенок был, я говорю, да вопроса нет. И вот сколько детей, я всегда говорю, все, заводим. Я никогда не боялся, а как вдруг, потому что я знаю массу примеров, которые говорят, ну, а если вдруг, а как мы прокормим, а как… Ну, вот, понимаете, да? Вот о каком бизнесе тогда может идти речь? Там та же история. А вдруг он не разобьется? А вдруг я со сотрудником деньги заплачу, а они мне их обратно не принесут? Это принятие решения. Всегда будет зона определенная, где вы будете идти в зоне неизвестности. А можно вопрос? Можно. Сергей, вот на эту тему как раз. А как можно быстро, эффективно оценить эффективность какого-то нового бизнеса? Вот и возникла идея, да? И как вот понять, будет, не будет? Будет, не будет. Да. Ромашка летом есть. Нет, нет. Когда я на кофейном гуче… Ну, шучу. На самом деле, знаете, обычно я… Если вы индивидуалки, я просто смотрю на человека, делаю некую подстройку и смотрю, насколько там много иллюзий. Если там просто трава-авантюризм, он всегда должен быть. Без этого человек действовать, ничего не будет. Но если там… То есть какая мотивация, во-первых, за этим стоит? Раз. Потом, когда делаешь подстройку к будущему, смотришь, ну, что там у человека, насколько он там вообще вписывается. Обычно это видно. Вы знаете, обычно это видно, и потом даже человек становится… Есть такое слово страшное минуты. Что, рисовать что-то? Здесь не просто. О, о, так, слушай, а… А не чем… А не с чем? Я уж хотел… Мы можем ссылку на видео дать там, где-то… Я уж хотел откосить. А ссылку на видео на какую? Из пирамиды змеи. А, ну я тогда сначала так, пирамиду змеи рисовать не буду, напишу… Напишу на самый сайт, через который сейчас у нас конкретно. А, ничего не пишет. Я в зале даю. Ничего не пишет, а время уходит. Девять минуты, да? Пять минуты… А там нет второго фломастера, вы не даже бумаги включили. Вот, спасибо. Он специальный. А он уже пишет. Смотрите. Мэджик, ну естественно, мэджик, как без мэджика это обойтись. У меня все таки сайты. Ситуби, точкару, мэджик, туби, точкару. Да. Вот там можно взять, я не знаю, на самом деле, а когда ты продажи закрываешь, он закрывает продажи. Я тут всего лишь вещаю. Он хороший парень, я плохой. А значит воскресенье, но это вот сейчас не про это. Мы всю неделю пиарили этот курс по достаточно большой базе подписчиков и набралось такое количество желающих, потому что там мобильники разрываются, постоянно приходит оплата. Мы даже не успеваем. О, супер, супер, спасибо. Еще раз это не снялось. Еще раз. Кто мечтает проснуться миллионером? О, нет. Проснуться, вы знаете, проснуться хорошая метафора. Вот встань лучше. Уснуй лучше. Уснуть и проснуться, да. Вот встать, вот то, что вы проснетесь миллионерами однажды, это да, но все-таки это путь. Волшебной таблетки, палочки у меня нет. Но как, скажем, к этому прийти более простым путем, ну уж раз я поупражнялся, это я понимаю. Ну вот знаете, на самом деле, вот есть только одна правда, которую я когда-то считал того же Наполеона Хилла и у других там, что вот первый миллион приходит достаточно как-то сложно, да, а второй приходит мгновенно. Правда, никто потом не писал, что первый и уходит достаточно быстро, вот, правда потом все остальные уже приходят достаточно спокойно. Вы знаете, вот это надо пройти. Молодые люди. Сейчас из этого, из класса выпили. Твой руку поставлю. А я миллион чего? Не, ну естественно долларов. Ну я как-то в долларах по старинке привык считать. Не, а то да, я там читал, да, в интернете, тоже в инфобизнесе. Миллионеров прибыло, мы заработали полтора миллиона рублей. Ну за сутки тоже неплохо. Ну раз, ну если это год, до этого год были упражнения какие-то непонятные. Не, 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 ну я то есть я про вот это. Я про вот это. Миллион долларов, ну я в долларах считаю, евро как-то вот. Ну не понятно. Евровый миллионер, как-то даже не звучит. Доллары, да.